Губернатор Могилёвской области, председатель концерна «Беллесбомпром», руководство города и предприятий посетили Бобруйскую специальную школу-интернат, где обучаются ребята с нарушениями слуха. Школьники вместе с педагогами устроили театрализованное представление. Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи закружились в праздничном хороводе. Детки у нас хоть и особенные, но особенные они в своём ключе. Особенные в спорте, особенные в творчестве, особенные в песнях, в танцах. Нужно к ним находить особый подход, и они к нам где-то какой-то подход находят. Гости приехали с подарками. Анатолий Исаченко вручил денежный сертификат учреждению на укрепление материально-технической базы. Для ребят сладкие сюрпризы, но самое ценное – это внимание, которое уделяют каждому в рамках благотворительной акции «Наши дети». Мы должны воплотить все их надежды, мечты и пожелания. Вот акция «Наши дети» как раз к этому приурочена. Это акция добра, акция заботы. Ни один ребёнок не остаётся без внимания. И самое, наверное, важное и главное, что вот эту акцию уже на протяжении многих лет увлекаются все структуры, учреждения, организации и просто неравнодушные люди. Большая заслуга многих наших коллективов, трудовых коллективов, предприятий, которые входят в состав концерна, с тем, что неравнодушно стараемся посильно оказывать помощь. Чужих детей не бывает, и когда мы все будем относиться к деткам как к своим собственным, тогда и будет у нас такой хороший общий результат. Проект «Добра. Наши дети» пронизывает сердце каждого, заботая о самом ценном. Вот уже более 20 лет светлая акция ежегодно путешествует по стране. И в преддверии новогодних праздников заглядывает в гости к тем, кто особенно в этом нуждается. Много подарков и много гостей. Белаю всем здорово, где счастье, чтобы все никогда не болели и любили. Кажется, мне очень понравилось. Были подарки, было очень всё интересно. В спецшколе на коррекционных занятиях развивают слуховое восприятие и устную речь. Все кабинеты оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, благодаря которой и возможно успешное обучение ребят. Важный компонент – визуализация. Интерактивные доски и умное зеркало способствуют совершенствованию внимания и памяти. Помогают самые трудные этапы занятия превратить в увлекательную игру. И тем самым провести занятие наиболее интересно, продуктивно, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. Учреждение с каждым годом совершенствуется. Когда-то здесь первые 36 детей познавали мир с помощью пяти педагогов. Сейчас порядка 50 профи со спецобразованием занимаются развитием более ста ребят. Большая часть учащихся из Могилёвской области, но есть жители и из других уголков Синёкой. Школа – это дом. Школа-интернат – это дом вдвойне. Поэтому делаем условия такие, чтобы они были приближены к семейным. Чтобы, особенно дети, которые находятся круглосуточно здесь, понятно, чтобы тепло от семейного очага было в каждом уголке нашей школы. Впереди у ребят зимние каникулы, каждый в предвкушении самой волшебной новогодней ночи. И пока мальчишки и девчонки придумывают желание для Деда Мороза и ждут исполнения чудес. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели.